Субтитры предоставил DimaTorzok Галина Анатольевна Кононенко Действительно, в какие-то отдаленные периоды совпадало, что избирали и руководителя поселения, и представительный орган поселения, и одновременно идут выборные главы района. То есть именно в муниципальном районе может быть такая ситуация, и она и сложилась в некоторых местах. Но преимущественно сложность, конечно, обусловлена тем, что важные органы власти избираются, законодательные власти, это действительно вы назвали законодательная дума, две городских думы избираются, высшее должностное лицо избирается, ну и главный наш региональный законодательный орган, это как таковая законодательная дума. И поскольку это очень и очень важная структура, в которой нужно сделать правильный выбор, должный выбор, и без сучка и задоринка, чтобы ни одного сигнала о нарушениях не поступило, вот в этом, пожалуй, и сложности заключается. И действительно, то есть у нас вот 6-8 сентября, один день голосования, как в избирательной комиссии шутят, что одни выборы закончились, значит другие уже начались. И здесь тоже работа по большому счету не прекращалась. Сейчас общественные наблюдатели набираются, буквально вчера, ну вот на этой неделе, да, у нас в Хабаровске работал Александр Таченов, ответственный секретарь Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Круглый стол, не только, собственно, представители из Москвы, из нескольких субъектов был. Вообще, объяснить зачем, в чем смысл этого обучения был и в преддверии выборов, какие проблемы поднимались. Вообще, я немножечко из предыстории, если позволите, зайду. Практически начиная с 2018 года, когда были предыдущие выборы президента, была введена система общественного наблюдения, которая себя оправдала, показала, что это эффективная система, и она была перенесена федеральным законом на общественное наблюдение при любых выборах на любом уровне. Я прошу вас, я перебью вас, хотел тоже про это чуть позже поговорить, но раз начали. Система независимых общественных наблюдателей с 2018 года. Но общественные наблюдатели, как явление, они же и на прошлых выборах тоже были. С 2018 года, я имела в виду президентскую кампанию, а с 2019 года были внесены уже изменения в федеральное законодательство, и общественные наблюдатели стали обязательными участниками на всех выборах. Вот, то есть до этого общественные наблюдатели, они и до 2018 года же тоже, ну у нас всегда наблюдение было, но оно было немножко в другом статусе. Абсолютно верно. То есть федеральный закон предполагал, что должны быть у кандидатов и у политических партий должны быть наблюдатели, но как такового института общественных наблюдателей, независимых, его не было. Вот он появился в 2018 году и перешел в новую стадию в 2019 году. Но уже первый опыт 2018-2019 года показал, что институт важный, и просто так свободным человеком зайти и наблюдать это не должно. Это должен быть погруженный в избирательную систему человек, понимал, по какому поводу он находится на избирательном участке, знал, на что обращать внимание, а для этого требуется знание, которое как раз вот и начали мы внедрять среди общественных наблюдателей. И история дальше развивается, и сейчас стало понятно, что институт набирает обороты, институт общественных наблюдателей набирает обороты, и сегодня уже в масштабах Российской Федерации требуется высокий уровень компетенции, Поэтому ежегодно, в канун единого дня голосования, в регионы, где будут голосовать по разным уровням, приезжает команда, уже сложившаяся команда системы независимого общественного мониторинга, и обучают сначала учителей, то есть тренерам-преподавателей, которые будут уже по муниципальным районам, обучать тех общественных наблюдателей, которые есть. То есть сложная система, да, сетевая модель, но она себя оправдала, и сегодня мы уже даже и не представляем, что не было когда-то вот этого пула тренеров-преподавателей, пула общественных наблюдателей. Сегодня система сложилась, она только совершенствуется. То есть получается, каждый год в преддверии, то есть есть необходимость актуализировать эти знания, я так понимаю, с учетом каких-то уже прошедших кампаний, ну там актуальных. Безусловно. Вот в этом разрезе, вот сейчас, круглый стол, какая-то образовательная часть, разбирали, конечно же, и кампанию президентскую, выборную, избирательную, вот прошедшую. На что вот здесь упор сделан был, какие моменты там подсветились, друзья, вот сейчас было вот так, обратите внимание, чтобы там, вот на эти моменты, в единый день голосования в сентябре. Ну, во-первых, каждый уровень голосования выборнов, он вносит свои какие-то ясности, нюансы. Конечно, такой высочайшей явки, которая была на президентские выборы, никто не ожидает на региональных выборах или тем более... Традиционная история. Да, это традиционная история. Но вместе с тем, высокая планка, которая была задана на президентских выборах, высокая планка и по частоте выборов, и по явке, по качеству голосования. Конечно же, хочется ее не уронить и максимально обеспечить хотя бы тот элемент, если не сможем обеспечить явку, то хотя бы обеспечить элемент качественного голосования. Имеется в виду, что прозрачность и открытость должна быть обеспечена как раз тем институтом наблюдателей, которые... И общественных наблюдателей, и наблюдателей, которые, согласно закону, есть от кандидата и от политической партии. Вот к вопросу о чистоте, прозрачности и вообще таким каким-то агрессивным фактором вмешательства в избирательный процесс. Компания президентская этого года, предыдущие... Что, вот какие факторы основные такие риски вы наблюдаете? Ну, понятное дело, это фейки из того, что еще такое более-менее известное... Дестабилизация ситуации на избирательных участках, то есть где-то чем-то... Какие-то вбросы, там, попытки вот эти... Зеленкой заливали вот на территорию. У нас бомбу якобы закладывали на двух участках 43-й школе. Но, по сути дела, вот в президентскую кампанию в Хабаровском крае и на Дальнем Востоке не было отмечено каких-то таких злостных кавернсных ситуаций. Мы ожидали, ожидали, потому что оппозиционная группа молодых ребят были застрельщиками. Давайте в какой-то конкретный день, в конкретном месте соберемся, создадим толпу на каждом избирательном участке. Но у них не получилось. Либо людей не нашли, здравые люди у нас все-таки существуют. И мы ни на одном участке не зарегистрировали массового столпотворения, чтобы можно было указать, да, избирательная комиссия не справляется, а наблюдатели тем более. Ничего этого не произошло. То есть у нас в Хабаровском крае действительно на высоком уровне были проведены выборы президента, за что и слова благодарности избирательной комиссии всей системе вплоть до избирательного участка и тем наблюдателям, которые были, и, безусловно, самим избирателям, которые проявили свою гражданскую позицию. Да, здесь вот такие дестабилизирующие, намеренно дестабилизирующие факторы поведения отдельных личностей, групп личностей, это тоже такая известная достаточно история. И это такое вне, может быть, даже правового поля, ну или морального поля, это прям намеренное действие. А есть ситуации, вот в частности вчера в нашем сюжете тоже комментарий Александра Точенова был, просто прочитаю, возникают проблемы по спискам избирателей, тоже первично это не избиркомы дают, разные органы представляют, а ошибки все равно есть. Граждане говорят, приходят на участок, их нет в списке. Говорят, когда мне штраф выписать, вы меня находите. А когда здесь, и как бы Александр Точенов отмечает, что справедливое замечание от людей, и вот в разных регионах как будто бы с этой проблемой справляются по-разному. Какая практика у нас? И вот непосредственно для комфорта и удобства избирателей, что делается, чтобы в день голосования человек пришел, мог исполнить свой гражданский долг? У нас есть такая система, внедренная ЦИК во всех абсолютно субъектах Российской Федерации. Это InformUIC. Что он из себя представляет? У участковой избирательной комиссии есть приложение в обычных телефонах, в которых внесены списки избирателей. И задача избирателей, и задача членов избирательной комиссии посетить максимальное количество квартир, домов, где приписаны граждане, приписаны к этому избирательному участку, проинформировать, что избирательный участок находится там-то, проверить себя в списках. Если есть какие-то изменения, о них сказать для того, чтобы избирательная комиссия внесла свои поправки еще до наступления часа голосования. Но человеческий фактор тоже никуда не уйдешь. Кто-то боится и квартиры открывать, кто-то боится даже в подъездах домофона. Есть факторы риска, которые граждане еще пока не могут преодолеть. Но это понятно, мы в такое время живем. Но вместе с тем достаточно высокий процент охвата посещения граждан в жилмассивах участковыми избирательными комиссиями. И львиная доля, вот с моей точки зрения, именно большая доля таких оплошностей, она устраняется. Но это не значит, что человек лишен права голоса. Ни в коем мере. Есть дополнительные списки, куда обязательно будет этот гражданин внесен и в последующем скорректирован. Но, повторюсь, это человеческий фактор. Но стараемся, чтобы этого не было. Это одно. И следующий момент, это все-таки служба, наша миграционная служба, которая занимается прописками людей. Тут тоже система взаимодействия с избирательными комиссиями. Она выстроена, она налажена. Но и здесь же опять срабатывает человеческий фактор. Где-то что-то как-то упустили. Где-то что-то упустили. Да, элементарно тоже. Человек прописан здесь, уехал, живет в другом месте. Тут, мне кажется, еще к нашим телезрителям сейчас обращусь. То есть проголосовать, это и священный долг, но и право в том числе. Поэтому здесь на опережение сработать и в избирательную комиссию позвонить, уточнить. Зайти, позвонить, уточнить. Не так много усилий нужно для этого приложить, чтобы потом прийти на избирательный участок и найти себя в этом списке, получить все бюллетени. Много, с этого я, наверное, начал, достаточно много компаний в качестве наблюдателя вы, можно сказать, провели и вообще присутствовали на них. Сейчас при подготовке к очередной избирательной кампании, какой опыт, может быть, каких выборов в большей степени пригождается или, может быть, чем-то запомнился, имею в виду, что какие-то такие яркие моменты, такие среди общественных наблюдателей байки ходят о какой-то кампании, где вот такое вот случилось, как мы на это отреагировали. Что запомнилось? Ну, безусловно, такие всегда есть изюминки, как мы говорим, и долго потом вспоминаешь о них. Как правило, это запоминается что-то шуточное, яркое, впечатлительное. Но и, безусловно, есть такие ситуации, когда делаешь заметку для себя, чтобы предотвратить то или иное возможное потенциальное нарушение. И вообще, в принципе, общественные наблюдатели, их главная миссия не только выявить нарушение, а предупредить нарушение. Поэтому для того, чтобы предупредить, нужно знать норму. Поэтому мы их и обучаем норме, что должно быть, ну и вместе с тем, что должно быть. Те же самые закладки, так называемые, взрывных устройств. Но они практически, да. Мы четко отрабатываем действия комиссии, действия наблюдателя. И вот тот опыт, который, ну, он не совсем радостный опыт, который был в 43-й школе на двух участках, он показал, что эти тренировки абсолютно не бесполезны. Четко. А мы эту картину всю наблюдали на видеостене, когда у нас работал штаб видеонаблюдения в Центре единоборств. И ребята-наблюдатели, волонтеры, которые сидели около экранов компьютеров, они первые заметили, что какая-то суета началась, выносят документы, и нас проинформировали. И вот эта вот четкость действий, которая была, она нас, в общем-то, так где-то в душе согрела, что не зря потраченное время и те умения и навыки, которые сформированы, они пригодились. А из шуточного мы часто вспоминаем одно из поселений Хабаровского района, не буду называть, что и как, ну, был, так скажем, образцовым поселением, где можно было столкнуться с массовым нарушением, которое увидели, и потом мы приехали на место и разбирались, и предупреждали. И подвоз наблюдателей, и подкуп наблюдателей заметили. Неприкрытые. Неприкрытые, причем за углом подкупали от избирательного участка. Но вместе с этим был праздник. Коровы ходили в цветочках по поселку, украшенные. То есть настроение у людей было в целом замечательное. Ну, давайте так, это давно было? Два года назад. Так, хорошо, все. На этом, ладно, что случилось с теми, кто подкупал, друзья, это мы... Это все было выявлено на корню, тут же приостановлено. То есть оно никаким образом не повлияло на результаты голосования. Но, тем не менее, факт был, и на него отреагировали. Общественные наблюдатели отреагировали. Вот, по поводу ответственности, это уже с представителями МВД, мы думали, что вдруг обсудим чуть позже. А еще, да, тоже несколько лет назад, не два, а раньше, бывший председатель Крайсбюркома рассказал, что в университете путей сообщения, по-моему, отключали свет просто. То есть где-то прям щиток вырубали и обесточивали. Вот здесь тоже важный момент, что подготовка к выборам, это еще не только вот сами участки, но и инфраструктуру обеспечивающая, которая за пределами просто территориально находится. Это тоже зона ответственности. Здесь такое большое межведомственное взаимодействие. Вот оно настолько четко у нас отлажено в Хабаровском крае, независимо от того, какого уровня идут выборы. И главой муниципального образования, и на уровне Хабаровского края. Вот это взаимодействие оттачивается, и более того, спрос идет из глав поселений, муниципального района или иных, что сделано для того, чтобы обеспечить четкое функционирование избирательных участков. Вот здесь могу только добрые слова сказать в адрес органов власти всех уровней. Действительно, избирателей нужно готовить. С одной стороны, когда видите корову в цветочек, это такой тревожный сигнал. С другой стороны, большое количество норм законодательства элементарно знать, что в день голосования агитация запрещена. Это просто надо знать про день тишины, но тоже не каждый рядовой избиратель про это знает. А вот общественный наблюдатель обязан это знать. Подготовка уже идет. Люди с улицы в день голосования просто зайти и побыть наблюдателем, но это уже нарушение. Но все-таки наверняка есть люди, активные граждане, которые хотели бы тоже поучаствовать в этом процессе и внести свою лепту в то, чтобы прошло все открыто, честно и по закону. Как это сделать? Идет ли еще набор наблюдателей? Можно ли каким-то образом подключиться? Вы знаете, тот опыт, который сложился с 2018 года, позволил сформировать уже практически команду компетентных людей, которые участвуют в качестве общественных наблюдателей в голосовании разного уровня. И эта команда в основном-то и работает на избирательных участках, но всегда есть дополнение. Если говорить о городе Хабаровске, нам можно обратиться в приемную городскую администрацию, дадут адреса. То есть наши районные администрации все приглашают общественных наблюдателей, потому что я не могу сказать, что это высокая численность будет, но десяток-полтора-два человек в каждом районе наверняка требуется, потому что все равно ротация идет наблюдателей. Можно обратиться в общественную палату Хабаровского края, потому что именно мы наделены правом, законодательным правом формировать институт наблюдателей. И таким образом принять участие. И попасть. Ну то есть прием пока открыт, он закроется. Здесь важно понимать, что нужно вступить, пройти подготовку. Долго не тянуть, но максимум еще неделя. Еще максимум неделя. Поэтому, дорогие телезрители, если хотите, пользуйтесь этим окном возможностей. Ну что ж, Галина Анатольевна, спасибо большое, что действительно рассказали. Еще раз повторюсь, выборы сложные, сложносоставные, важные для региона. Один выбор в этом году уже важный мы сделали. Сейчас нужно тоже проявить свою гражданскую позицию. И интересен, конечно, вопрос явки. Потому что традиционно муниципальные, региональные выборы не так интересны людям, как федеральные. Но, тем не менее, тоже важны непосредственно уже здесь нам, жителям конкретных территорий. Я сегодня могу с абсолютной уверенностью сказать и призвать жителей Хабаровского края приходить на выборы. Почему? У нас уже все-таки формируется новый подход, что ли, или не новый, может быть, обновленный подход к консолидации общества. Вот все-таки специальная военная операция, та проблематика, та боль в каких-то случаях, она объединила людей. И сегодня вот это единение, оно в том числе и проявилось и на выборах президента. И абсолютно уверена, что люди вот это вот своим сплочением, поддержка президента, как главнокомандующего, поддержка той системы, так сверху вниз, если спускаться, органов власти, они должны проявиться в душе у каждого человека и понимание, что такая поддержка нужна каждому. То есть вместе мы сила, другого у нас нет. И это сегодня не девиз, это уже сигнал к действию и призыв к тому, что мы действительно сила, и свою силу мы должны показывать в том числе и на выборах. Галина Кононенко, председатель общественной палаты Хабаровского края, была в студии телеканала «Хабаровск». Благодарю вас за эту беседу. Меня зовут Дмитрий Павленко, я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова